Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Skyrim Dragonborn. Мы находимся в этой непонятной ледяной пещере. Я, честно говоря, не помню, что мы тут делаем, потому что с момента предыдущей записи прошло порядка недели. Это, кстати говоря, первая серия, которая будет записана в 60 кадрах в секунду. Возможно, не последняя, это такой своеобразный эксперимент, как вообще там будет с обработкой, с отображением видео после конвертирования. Просто хочется, чтобы вам было более красиво. Стараюсь сделать для вас красиво. Как бы там ни было, мы находимся в этой пещере, мы здесь просто прогуливались, как обычно, искали приключения на свою попницу, и в итоге нашли вот это вот, что-то непонятное. Сначала нам нужно разобраться с этими вот товарищами, но, насколько я помню, это очень серьезные ребята, поэтому давайте-ка мы подеремся бытовыми Рунуса, и что у нас клинок горя. Потому что это, я думаю, будет лучше. Я даже не помню, откуда мы пришли. Скорее всего, из той пещеры. Так, сейчас мы рубанем вот это. О, ты посмотри. Нормально. Огрести в начале серии, это уже святая традиция, но я не понял, почему это произошло с одного удара. У нас вроде полная жизнь, нет? Окей. Как это вообще произошло? Сколько у меня здоровья? Здоровье у меня полное. Странно. Давайте попробуем еще раз. Я, честно говоря, не понимаю, что происходит, но раз ты такой крутой, то и стрелы тебе, я думаю, понадобится получше. А вообще, так, познакомимся с моим другом. Иди с ним делись. С ним ты со мной. Все, он вроде не обращает на меня внимания. Ты посмотри, что происходит. Нормальное начало. Короче. Бритва Меррунаса. Клинок горя. О, да он просто меня дико сносит. Поэтому я сейчас, скорее всего, опять умру. Тихо, 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 тихо. Давай. Нашего свинтили уже? Нормально так. Я вообще не помню, что происходит. Так, ну он вроде как меня потерял, нет? Нет. Вроде нет. Нормально. Хорошо. И как же я тут оказался в таких проблемах? Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь. Вроде последний раз, когда мы тут были, здесь было не настолько напряжно. Блин, это меня бесит. Не знаю, сейчас разберемся. Он еще замечает меня просто... Может, мне ночью подождать? Потому что я же вампир, меня днем просто прющит. А знаете, как я сейчас делаю? Я сейчас выстрелю... Блин. Что-то у меня сегодня все нескладно как-то получается. Я хотел выстрелить, а потом отступить. А он у меня сразу отступил. Так, возвращаемся обратно. Серия просто какая-то вот... Ну, просто шоколад. Так у нас серии начинаются очень редко. Или чего я вру? Очень часто все так криво бывает. Ладно. Так. Возьмем... Ваша вампирская кровь кипит на солнце. Я знаю. Плохо быть вампиром. Надо вылечиться. Не хочу. Мне интересно играть за вампиров. Так, вот допустим... Двимерская стрела. Шарашим вот этого товарища. Отлично. Вообще как-то... Никак. Провалить. Не, ну я не знаю. Это просто, по-моему, издевательство надо мной уже какое-то. Не очень круто. Они сюда придут, нет? Это последняя попытка. Если я сейчас опять аккрибутую, я просто постараюсь прокрасываться имя у них. Не уверен, что получится, потому что, вы видите, как-то они намного сильнее меня, на удивление. Кого ты ищешь? Иди, постылай. Да, так я серии давненько не начинал. Не получи. Эээ, свидания. Ой, это тупо. Я, я главное не помню. Я помню, что в последней серии, когда я тут находился, мне не было настолько сложно. А тут прям ты посмотри. Подишь ты, как говорится. Прямо рвут. Это, наверное, из-за того, что мы пишем в 60 кадрах. Все стало гораздо сложнее. Ну, вы понимаете. Да вы запарились своим солнцем, ей-богу. Так, подожди. До свидания. Все, просто поймите меня правильно, меня этот Боров с двух ударов сносит, поэтому я лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. Увлекательно начало серии, я не спорю. Но, тем не менее, у меня охота с ним разобраться и посмотреть, что же там такое. Что это вообще? Так, сохранение. Сохраняшечка, это хорошо. Почему? Почему меня обычный наездник сносит, как я не знаю. При том, что уровень-то у меня уже не кислый, 43. А что, если к нему... Блин, я на солнце выжил. Давайте попробуем так. Интересно, что это. Ух ты. Кстати говоря, да, я знаю про того пирата, который... У него, часть его доспехов находится в нескольких частях на этом острове. Я их соберу. Мне не обязательно для этого нужна карта, которая... А тут все похоже, что ли. Ради этого я сюда шел. Которая лежала у него. Блин, ты посмотри, интересно. Но ничего вообще, да, я так понимаю. Так. Жаль. Так, нужно разобраться как-то с этим Боровым. И что потом? Ради чего я сюда вообще шел? А, наверное, вы знаете, я сюда, наверное, приду потом по квесту. Блин. Короче, я, скорее всего, переместиться не смогу отсюда, потому что... Это поблизости. Враг. Но я хочу в Рейвенрок и оттуда стартовать все по-новой. Рейвенрок у нас находится... Вот он. Все. Перемещаемся. Потому что серия началась просто как-то кошмарно. Меня пьют. Сегодня мы двинемся... К тому грибу. Я хочу посмотреть, как это мне поможет. Блин, ничего не помню. Спасибо, капитан. Так, ну нам нужно двигаться в ту сторону. В городе нам вроде как ничего не нужно. Попитаться бы с кого-нибудь. Ну, я думаю, мы не будем тратить на это время. Потому что здесь, на Солстейме, это сделать довольно трудно. Враги и просто товарищи очень сильные. Вредозобника нам сколько там надо было, помните? Я, честно говоря, не очень. Корень травмы очень похожий на него. Так, куда я хочу двинуться? Это я хочу двинуться. Кстати, спрашивали про, можно ли двигаться на вулкан. К вулкану, к сожалению, насколько я знаю, пройти не получится. Потому что нас разделяет водоем довольно большой. И как-то туда попасть не получится. В общем, сегодняшняя наша... Тихо. В погоню. Что происходит? Кто это такие? О, вредозобник. Что-то мне как-то не особо нравятся эти ребята. Давайте-ка мы сохранимся. Ой, какой звук в этой игре все-таки. Кто вы? Что вы тут делаете? Ночь светлая, да, на Солстейме? Блин, прикольные ребята. Ну, я сейчас чувствую, если я появлюсь, сегодня вообще какой-то, как это сказать бы, неспособный. Что-то мне подсказывает, что они недружелюбные. Здрасте. А, мороктонг, только не вы. А-а-а, бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим. Бежим. Так, хорошо. Какой сильный. Рожь. Блин, ты посмотри. Насекает меня. Так. Падай. Так, бежим, бежим быстрее. Ассасины мороктонга, это наши основные конкуренты. Я же все-таки глава Темного Братства. Что, потеряли меня? Болезные. Сейчас будет вам страшная, болезненная месть. На, получи. Ушло? Не ушло? Ушло. Шо? Кританули-то как? Оп. Куда же я мог деться, да? Среди серия какая-то. Вот за это я, в принципе, и люблю. Скорее, за то, что мир живой. О-о-о. Постоянно происходит то, чего совершенно не ждешь. Да, блин. Если бы я еще стрелять научился. Вернее, раньше я умел хорошо стрелять. Но после обливиона моя жизнь пошла просто в раздрай. Ты меня заколебал, ей-богу. Ааа, больно. Так, нужно подлечиться. Что за день? Что за день? Давай-давай, беги. Ты посмотри. Так. Хорош. Так. Броня морок тонг. Костяная, в принципе, неплохая. Я думаю, знаете что? Я в будущем, довольно скоро, создам себе драконье оружие. Поэтому это будет прикольно. Так, здесь стражники Редорана по-прежнему лежат. Теперь. Это было не очень круто. Приказ на благородную казнь. Вышеупомянутая персона отмечена для благородной казни в соответствии с законной традицией и практикой гильдии морок тонг. Носитель этого неоспоримого документа имеет официальное право убить уже упомянутую персону. С мягким знаком, твари. Вот, и смотри, да? Земля подрагивает. Так, ну хорошо. Все вроде взяли. Ничего больше нам не нужно полезного. У этого непростая, кстати, броня. Наручие. Чуть-чуть прокачанная. Ну, не знаю. Да, например, мать вашу за ногу, что же вы творите? Вампирская броня разрушения. Доспехи 101. Так, подожди, где он? Не знаю, что-то... Что-то как-то... Я, наверное, в ближайшее время... Я просто побегаю в этом ради разнообразия. Хотя, конечно, статы. Уменьшится. Но... Что поделать. Прикольно же, согласитесь. Тем более, у меня пока что, насколько я заметил, тактика такая, что если меня заметили, то у меня по-любому смерть. Несмотря на мой уровень. Кстати, играю я на стандартном уровне сложности. Там достаточно много людей спрашивали. Ничего не менял. С самого начала, как играли на одном. Так и играем. Так, и в общем, двигаемся мы дальше к этому грибу. Интересно мне посмотреть, что же там находится. Но опять же, есть вероятность того, что мы придем куда-то, куда нам нужно будет потом по сюжету. Как вот с этим вот... Креслом, с этим троном непонятным. Поэтому в ближайшее время я, скорее всего, сначала в рядозобник соберу. Разберусь с риеттингами. Сколько уже? А потом... Так, 7. А нам нужно 12, да, вроде как? А потом пойдем уже по основному сюжету, пройдем его и будем смотреть, что тут еще осталось. Так. Итак. Хорошо. Отлично. Прекрасно. Замечательно. О-о-о, тут смотри, какие гиблые места. Не, ну серия началась, конечно. Я не спорю, я сильно отвек от этой игры. Потому что в последнее время как-то очень урывками получается играть. Но тем не менее, просто настучали. Все, кто только могли. Советчики в комментариях будут счастливы. Так. Вот он. У меня давно руки чешутся, посмотреть на него. Нет, мне нравится в 60 кадрах играть. Гораздо плавнее все идет, да? Ну, опять же, это замечаешь только, наверное, первые минуты 5. Но в целом картинка заметно живее воспринимается. Так, хорошо. Отлично. Вредозобников уже 14. 10 листов. Блин. Там мы уже достаточно близко, но при этом... Где он тут? Вот. Вот. Это деревня скалов. Давайте сюда переместимся. У меня охота покончить с этим заданием. И уже с рейклингами. Броня этого пирата, мертвой глоткой, мне, честно говоря, не сильно интересна. Просто потому, что она очень глупо выглядит. Я ненавижу рогатую броню. А вот тут вполне себе ночь. А там, в вулканической зоне. Здравствуй, рейклинг. Прикольно. Интересно. Как вы меня узнали, интересно. В этой шапке. Пока что самые зачетные обитатели салстейма из тех, что мы встретили. При том, что у меня уже какая-то выработалась ненависть к рейклингам, потому что они кругом. Наподобие фалмеров. Вот и вредозобник. Дозобник. Еще. Что нужно сделать? Ты просишь моей помощи в убийстве людей? Я даже не знаю. Ты знаешь. Мы знаем. Ну что, ребята, пойдем против нордов. Не сказать, что норды были с нами очень добры в Скайриме. Ну что, пойдем, что? Че уж. Вперед. Погнали. Ну, бегают они, конечно, вообще. Так, и что? Пошел. Ну, я, пожалуй, тогда тоже пойду. Нам нужно бы сохраниться. Хорошо, что это ночью все происходит. Так, ребятки. Есть подозрение, что вы будете идти в открытый бой. А я уж... Ну, веди, полководец. Кутузов. Сейчас что-то будет. Ура! Убить нордов пять. Офигеть. Блин, ну это ненормально. Вот что я ввязался вообще. Надо будет лук получше сковать соловьиной. Далеко не самый лучший. Но мне нравится. Он мне своим внешним видом. Так, давай в атаку, ребята. Лук уже почти разрядился, кстати. Да их же просто сметут. На что они рассчитывают? На меня? Ну, возможно. Поможем, чем сможем. Безумные, отважные воины. Брутальные, страшные. Кровожадные. Блин, ну это же дети какие-то просто. Противные, вредные, злобные. Но дети. По поведению, по мышлению. Ладно. Бедолаги. Буча. О-о-о-о, ребята. Ну, как так оно прошло? Ну, увидите, что происходит. Возь. Познакомься с моими стрелами. Кувар. Ребята, вы огребаете. Так, ну, надо лучше целиться. Так, недобитка. Второй. Так, ребята. У нас определенного рода проблемы. Лови, подружка. А, ты не подружка? Так, конечно, подружка-то. Так, пришла пора вступить в ближний бой. Давай. Ты можешь меня взять? Эм. Я разбросаю бой. Я разбросаю бой. У меня с тобой. Пожалуй, ты прав. Я хочу стать вождем. Не. Не. Я успакуюся. Я не причудню тебе вреда. Зачем я быть вождем? Че вообще фонарил, что ли? Как хочешь. Че это было? Че хотел? Ребятки, быстро домой. Так, а мы посмотрим, что выпало. Стрела моя. Кто-то говорит, ты не забрал мой любимый топорик. У меня 102 тысячи. Куда мне? У меня столько септимов. Мне их тратить некуда просто. Поэтому я и имперский кулон. И надо будет один собрать. Похоже, их где-то можно сдать. Но, по сути, в основном ничего прям такого дико нужного для меня тут нет. Ламеллярная броня тоже неплохая. Ладно, пойдемте отсюда. Опустошили тогда. Бедные норды. Простите. Было весело. Не, в нем броня Мурактонг не очень нравится. Мне нравится моя броня. Так, все. Хорошо. Отлично. Она очень стильная. И в ней я выделяюсь из местной толпы. Здесь все какие-то дикариют, на самом деле. Что норды. Что данмеры. Кругом, короче. Какие-то непонятные пассажиры. А наш выглядит достаточно высокородно на этом фоне. Утреет тем временем. Скоро меня солнце начнет изжаривать. Изжаривать. Так. Ну что, господа. Мне не нужно. Иди со мной, друг племя. Ух ты. Неплохо. А тут не идет уже, да? Только одного можно взять. Ну, хорошо. Я хочу пойти поспать пока солнце. Потому что солнце... Это неприкольно. Поэтому давайте пойдем к себе домой. Теперь это наш домик. Неплохое место. Ну, вообще-то место, конечно, кошмарное, но... По сути, неплохое. Я не хотел быть вождем, но... Ну, да ладно. Я сюда не залезу. Даже, наверное, этот троник маленький. Так. Ну что, слуга. Где у вас можно переночевать? О, я, похоже, на таком спать-то даже не смогу. Я бы смог. Че слово. Поп-коп не хочет. Возможно, там. Нет. Здесь просто лежанки какие-то. Ну и что? Давайте на этом, наверное, завершим эту серию. В следующий пойдем по основному сюжетному квесту. Было довольно прикольно, по-моему. И хотя по сложности очень много вопросов. Баланс мне, в принципе, нравится. То, что возникает сложность. Единственное, непонятно от чего. Потому что у нас и броня очень хорошая. Ну, лук, конечно, тот еще. Но, по сути, и кинжалы очень хорошие для моего стиля боя. Надо будет только перчатки надеть темного братства, чтобы увеличивался урон в два раза. Но, по сути, все равно очень даже неплохо. Все так у меня прокачано. Временами возникают проблемы. Как бы там ни было, в следующей серии пойдем по сюжету. Надеюсь, вам понравилось. По-моему, очень круто. Надеюсь, вам нравится то, что теперь мы в 60 кадрах в секунду. Посмотрим, как это вообще приживется. Как бы там ни было, всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok